Здравствуйте! Вы на YouTube-канале профессора Якупова. Мы продолжаем наш разговор о хронической ишемии головного мозга или диагнозе дисциркультурной энцефалопатии. Что делать с этим диагнозом? Как быть? Продолжим мы с того, что есть коморбидные патологии, которые определяют развитие болезни малых сосудов. Это артериальная гипертензия, диабет, атеросклероз, то есть совсем проблемы такого привычного толка. Кто не слышал про атеросклероз, кто не знает про артериальную гипертензию, но парадокс, в Российской Федерации мало кто правильно ее лечит, вернее, назначение-то есть. Но выполняются ли они пациентами? Что происходит чаще всего? Человек берет таблетки, когда у него артериальное давление подымается вверх, он их пьет, давление опускается, таблетки перестает пить. Вместо того, чтобы поддерживать уровень артериального давления на постоянном уровне в терапевтическом диапазоне. Почему я говорю об этом и подчеркиваю важность нормального артериального давления? Потому что при высоком артериальном давлении страдать начинают именно те самые малые сосуды. Они более всего подвержены влиянию высокого артериального давления. Если на этом уровне появляется проблема, возникает трагедия для мозга, он перестает нормально работать. Да, какое-то время он будет держать удар, он будет стараться выровнять ситуацию, и человек вроде бы справляется с профессиональными обязанностями, но потом все равно проблема настигает. И в этой ситуации появляется проблема, когда развиваются те самые когнитивные нарушения. Сначала они были совсем малозаметными. Кстати, мы эту тему обсуждали не раз на YouTube-канале, есть ролики на эту тему. Еще раз говорю, не поленитесь, посмотрите ролики, посвященные когнитивным нарушениям. Потом появляется умеренное когнитивное расстройство. Если ничего не делает этот человек, то приходит черед деменции. В этом случае родственники пациента говорят, что он старый, ему за 60. Все объяснимо, да ничего не объяснимо. И ничего нет нормального в том, что человек, которому за 60, вдруг начинает забывать все и вся. Забывает дорогу домой, забывает, что надо купить, забывает выключить газ на кухне. Для того, чтобы правильно решать проблему болезни малых сосудов, хронической ишемии головного мозга, необходимо решать проблемы с сердцем, с сосудами, с уровнем глюкозы в крови. То есть лечить артериальную гипертензию, лечить диабет, атеросклероз. И делать это на постоянной основе, не от времени ко времени, ка бы как. Ну и конечно, меня очень часто спрашивают, а что вы, доктор, порекомендуете из лекарственных средств для того, чтобы напрочь полностью решить проблему дистрокультурной цифлопатии? Я отвечаю, что только препаратами с этой ситуацией не справиться. Да, есть средства так называемого нейропротективного ряда, которые помогают мозгу справляться с теми или иными проблемами, есть гипотензивные препараты, есть статины, которые тоже управляют липидным профилем. Все это надо принимать на постоянной основе, длительно, долго, не курсами номером 10, а месяцами, а то и годами. Но очень важный момент, на который я всегда обращаю внимание – это когнитивный резерв каждого из нас. Если вы следите за весом, если избегаете вредных привычек, не курите, следите за уровнем глюкозы, за физической вашей активностью, создаете условия для когнитивного тренинга, причем постоянного когнитивного тренинга, все это поможет вашему мозгу работать долго, хорошо, бесперебойно, долгие годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова